Добро пожаловать на бэкстейдж! Мы рассказываем вам истории создания самых интересных музыкальных клипов. И сегодня мы поговорим о клипе Айкына «Корабли». Лебо открою, ты лети моя звезда, где весна, я за тобою, я за тобою. Этот клип – дебютная видеоработа Айкына. После проекта «Суперстар Ки-З» для Айкына этот клип стал первым стартом и первым серьезным проектом. Этот клип снимался в 2006 году. Его снимали Валера Задарновский, был режиссером, и Макс Задарновский был оператором. Они работали под крылом Эрика Тастинбекова, продюсера, моего тогдашнего продюсера. Это был мой самый первый клип, это моя самая первая работа, самая первая песня записанная мной была. Песня очень понравилась Эрику Тастинбекову, поэтому он сразу после нее и после конкурса «Суперстар Ки-З» решил меня взять под свое крыло. Я помню, это первый клип, первые съемки, первый мой выезд за рубеж, первый выезд в Малайзию. То есть для меня этот год, вообще 2006 год запомнился очень сильно, потому что это был моим стартом в карьере. Клип на песне «Корабли» был снят режиссером Валерием Задарновским, а саму песню написал замечательный автор Булат Буранов. Поступило предложение от Эрика полететь в Малайзию и снять что-то такое экзотическое, и хотелось бы что-то такое не совсем стандартное, чтобы это не было просто туристическое видео, когда люди выезжают с камеры и нарезают кадр просто на фоне пальм, моря. И было предложение у Эрика снять что-то, может быть, мистическое, может быть, фантастическое. У этого проекта, которым занималась известная на тот момент команда профессионалов «Старт Медиагрупп», много закономерностей. К примеру, оператором был Максим Задарновский, а режиссером – Валерий Задарновский. Это была зима в январе, и нам было непривычно, мы приехали в куртках, а там жара. Аклиматизация, конечно, была тяжеловата. А вот Айкену было тяжело и стадикамщику, потому что там приходилось много бегать со стадикамом, потеть, и это все в кадре видно. Айкен и его продюсеры Электо Стимбеков хотели сделать клип необычным и, возможно, чуть мистическим. И клип действительно вышел экзотичным. Есть кадр, где я стою на яхте, тоже очень интересный момент был. Здесь я на яхте стою, пытаюсь работать, снимаю клип, пытаюсь сосредоточиться, а на той стороне все прикалываются, сидят, ну, на яхте что еще делать? Сидят толпой там, гуляют, отдыхают, сидят, делят там, давай-давай, пой, давай-давай-давай-давай. Локации было решено выбрать остров Ланкави и столицу Малайзии – Куала-Лумпур. Туда и отправились дружные компании Айкен, Эрикто Стимбеков, Макпалы Сабекова, Дельна Сахмадиева и съемочная группа. Ребята совместили приятное с полезным. И клип сняли, и успели отдохнуть. Песню корабли мы сняли на острове Ланкави и в городе Куала-Лумпур. Куала-Лумпур – это столица Малайзии. Наверное, мы больше отдыхали, чем снимали клип, потому что мы с утра просыпались, в 7-6, когда солнце только поднималось. Быстро, до обеда, пока солнце там сильно не начинало печь, мы быстро снимали. По сюжету клипа Айкен бегал и искал звезду. Позже братья Зазарновские открыли секрет, что никакой звезды и не существовало. Клипмейкеры дорисовали звезду на клипе попозже. Наверное, жители Малайзии, ну, очень удивились парню, который бегал за несуществующей звездой. И ничего в голову не пришло, как заставить Айкена побегать за звездой, которую потом дорисовывали. Но со стороны это выглядело, конечно, смешно, потому что бегает странный парень по Куала-Лумпуру и ищет в воздухе несуществующей звезды. И мы с ним параллельно ходим, бегаем. Люди, конечно, реагировали очень странно. Что этот человек бегает, почему он резко останавливается, переводит взгляды туда-сюда. Но было смешно. Шли по горам нашим. И я, отстав от них, увидел звездочку небольшую, взял ее в руки. Потом она меня, эта звезда, перенесла в другую страну, в Малайзию. Потом она начала от меня убегать, я за ней начал бегать. Ну, весь клип я бегал. Климат не баловал комфортом. Было жарко, солнце слепило артиста. Но вместе ребята дружно справились с этими обстоятельствами. Даже был такой момент, когда Макпаула Сабекова лично подправляла грим Айкену. Солнце было очень ярким, на меня светили приборами всякими, отражателями. Глаза у меня не открывались, я петь не мог, потел. Каждые пять минут приходилось вытирать лицо. Макпаула Сабекова была гримером. Она мне подкрасивала, припудривала, то есть бегала там. Вся съемочная команда получила огромное удовольствие, как от съемок клипа, так и от отдыха. По сей день ребята с удовольствием вспоминают ту поездку, на память от которой остался клип, который полюбился многим. Корабли эту песню в то время напевали все. Очень интересная была поездка, очень хорошо запомнилась мне, потому что тогда я артист, который только начал свою карьеру, сразу с Дельна Захмадеева, с группой 101, с Иваном Брюсом, с Махпалом Макосим вылетели за рубеж отдыхать, заодно подружились и заодно сняли клип. По тем временам я считаю, это отличный клип того времени, технический, качественный, новые локации. Всегда интересно снимать в других странах, потому что ты на те же локации по-другому смотришь. Здесь мы уже все снимали, уже все приедается. И в этом был большой плюс. Работали с удовольствием, потому что 10 дней просто отдыхать, мы его разбивали один день там с ними, второй день там с ними, третий день там. Красавец-певец, запоминающийся мотив, тропическая экзотика. Все вместе это клип Ай Кына на песню корабли. Смотрим и подпеваем. Облака. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Корабли Субтитры создавал DimaTorzok 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 До новых встреч, пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok